Согласно данным Департамента социального страхования, в Эстонии по состоянию на 31 декабря прошлого года проживало в общей сложности 133 тысячи 7 человек с особыми потребностями. Этим людям также необходимо обеспечить полную доступность ко всем услугам, при этом, чтобы они не ощущали себя в остесненных обстоятельствах. Это могут быть, например, установленные пандусы или более новый и усовершенствованный инватранспорт. Таллин еще в ноябре прошлого года обновил инвапарк, закупив несколько новых микроавтобусов, которые оснащены современными необходимыми средствами для людей с особыми потребностями. Сегодня возле здания суперминистерства было проведено мероприятие, в рамках которого все желающие могли почувствовать на себе, что именно чувствует человек с особыми потребностями и как ему приходится ежедневно справляться с трудностями, о которых мы даже не догадываемся. Мы хотим донести до общества, с какими трудностями встречаются люди в инвалидной коляске, те, кто плохо видит или у кого сильное нарушение в области моторики. У нас тут есть специальные приспособления, которые могут помочь простым людям получить ту гамму ощущений, которые испытывают каждый день люди с особыми потребностями. И действительно, непосредственно на месте можно было попробовать пройти в специальных очках, которые ограничивают зрение, поняв таким образом, как себя ощущают слепые люди, или, например, в специальных перчатках попробовать открыть банку, достать оттуда конфету и закрыть ее. Ну и также всем предлагалось попробовать преодолеть различные препятствия, сидя в инвалидной коляске. И поверьте, ненатренированному человеку это очень и очень сложно. В первый раз это дается очень тяжело. Необходимо время, чтобы человек в коляске привык к таким условиям и смог бы преодолевать различные препятствия, которые встречаются на его пути, как на улице, так и дома. Впрочем, если посмотреть на то, что практически весь общественный транспорт столицы приспособлен для того, чтобы пассажиры в колясках могли бы им воспользоваться, то можно сказать, что Таллинн не забывает о таких людях тоже. О том, где и какие здания, помещения и транспортные возможности, предусмотренные для людей со спецнуждами, можно более подробно узнать на сайте lips.talent.ee. Там можно найти всю необходимую информацию о возможностях передвижения по городу. Многие из нас ни разу не встречались с подобными проблемами и даже не задумывались о том, как тяжело людям с особыми потребностями. И подобные мероприятия, как сегодня, например, они призваны людей понять о том, как им тяжело. И, может быть, после этого они посмотрят на таких людей совсем по-другому. Сергей Вченков, Петр Юльвайн, новости Таллина. Субтитры создавал DimaTorzok